Приветствую вас. В связи с обысками НАБУ в НБУ, если кто не знает, НАБУ это Национальная агентство по борьбе с коррупцией в Украине. Такая смешная структура. Сейчас в социальных сетях любите обсуждать. Кто копает под Гонтаревым, зачем копает и так дальше. Я вам скажу свое мнение. Исходя с того, что услышал от других, чисто мое мнение. Есть несколько гипотез. Я не знаю, какая из них более точная. Спросить Петра Алексеевича я не могу. Тем более, Светника однозначно. Это глава НАБУ. Первая гипотеза. Порошенко решил таким образом сделать Гонтаревым. Вот смотрите. То, что банк системы развалена, он хорошо знает и видит. И в принципе, вот эти обыски НАБУ, которые проводят в НБУ, будут хорошим предлогом, в случае снятия Гонтарева и так дальше, сделать его крайне. То есть, очень красиво. Типа, все, что она делала, все хорошо, но коррупция вот по этой причине плохо. То обстоятельство, что она отжала банковскую систему для Петра Алексеевича, это как бы в стороне. А вот то, что коррупция, вот это нехорошо. Вот это нехорошо. То есть, отвлечь внимание. Отвлечь внимание от главной цели. Что сейчас банковская система Украины под контролем великого Гетьмана Тарак Алексеевича. Многие балеты. Вторая гипотеза. Это рассказал один народный депутат. Что информация про, ну скажем, о коррупционных действиях в НБУ передали сенаторам США. И они дали ход. Ну и, соответственно, используя МВФ, используя там свои, так сказать, рычаги через Конгресс и так дальше, они дали прямую команду НАБУ. Потому что НАБУ все-таки она туда-сюда, вы сами понимаете, там, без посла США никак. И он сказал, ребята, копайте, иначе мы вас закопаем. И ребята начали копать. Знаете, что же ситуация такая. С чем это связано? Ну, понимаете как, для американцев, для конгрессменов очень принципиально, чтобы, если они выделяют, ну, если не помогают этой стране, если они, там, скажем, вот так, год гарантии дают, давали, если, грубо говоря, там, МВФ рекомендуют помогать, ну, вообще, мировой банк, если вот кредиты, у них стоит такой принцип. В этом случае, если мы выделяем, чтобы в этой стране коррупция была по-американски, а если она не по-американски, очень красиво. И вот, действительно, тут может обыграть тот факт, когда уже с американской стороны будет важно, важно разобраться, посмотреть и создать скандал в Украине. Берна, Берна. Может быть, тоже может быть. И третий вариант. Бабло не поделили. Очень возможно. Понимаете, смотрите, во время рефинансирования, во время закрытия банков, действительно, громадная сумма денег разбежалась сюда-туда. И есть такие разговоры на рынке, есть очень активно, что, ну, скажем так, поделили неправильно, брали не по чину. Очень может быть. Очень может быть, что брали не по чину. Ну, понимаете, денег много, миллиарды, сюда, там, кум, сват. И вот выставили счет. Выставили счет. Теперь задали вопрос. Пацаны, мы вам дали команду разворовать. Нам же принесите. А куда же вы разворовали себе забрали? Некрасиво. По этой причине уже дали другую команду. Прессануть. Чтобы вернули награбленное. Ну, как получилось на сервере. Так что посмотрим. Будет ли вам тренироваться на серверах? Ну, интересно, интересно. А пока что смотрим и читаем новости.